Поэтому так же и немножко мы поговорим о модернизме и постмодернизме. Значит, структурализм – это философская школа, которая возникает в 50-х годах прошлого века. То есть относительно новая, такая свеженькая, из господствующих сейчас философии. Значит, 50-е годы прошлого века, 20-го века возникает она во Франции, где в основном структурализм представлен французами, но не только, конечно. Возникает во Франции в 50-х годах и прежде всего в полемике с экзистенциализмом, как оппозиция экзистенциализма. Вот экзистенциализм и структурализм – два основных французских течения. Ну, главные представители структурализма, надеюсь, вы слышали эти имена, Мишель Фуко. Мишель Фуко, ну, можно сказать, в культурологию в основном известен, культуролог. История безумия, история клиники, безумие-неразумие, в общем, вот культура, в том числе, культура карательная, культура надзирательна оказывать и так далее. Вот такие работы у Мишеля Фуко. Кроме Мишеля Фуко, Умберто Эко, которого вы, я надеюсь, знаете, как писатель, итальянец, литературу и ведение. Умберто Эко и Ролан Барт. Ролан Барт, который знаменит своим тезисом, в частности, о смерти автора. Никто не читал таких постструктуралистских вещах в литературе, в теории литературы, нет? Ну, ладно. Вот, значит, Ролан Барт. Вот тезис его известный, о смерти автора. Сейчас мы тоже поговорим. То есть эта проблематика, она выходит и в теорию литературы. А в психиатрии, так сказать, и немножко шире теория литературы тоже. Жак Лакан. Тоже вот такой персонаж. Все это очень модные штуки. Нон-фикшн, например, там и Фуко, и Эко, и Лакан, конечно, все присутствуют. Жак Лакан. Ну, в антропологии еще важная фигура. Клод Леви-Стросс. Сейчас его стали писать с одной С. Раньше писали с двумя. Лод Леви-Стросс. То есть вот, значит, люди, о которых мы говорим. Фуко, Эко, Лакан, Леви-Стросс, Ролан Барт. Значит, основной тезис структурализма состоит в том, что, как философия, как философское течение, хотя структурализм, он как бы и в разных гуманитарных областях присутствует как методология. Ну, мы говорим о структурализме как философии. Значит, главный тезис состоит в том, что философия не может начинаться ни с субъекта, ни с объекта. Значит, философия не может начинаться ни с субъекта. Ну, когда мы говорим о душе, например. Это не несерьезно. Не с субъекта, а душе там, а об экзистенции, как переживании. Спор с экзистенциализмом. Леви-Стросс, да, называет экзистенциализм бабья метафизика. О душе говорит много, да, о переживании много говорит, о стремлении. Вот. Не может начинаться ни с субъекта, ни с объекта. С мира мы тоже не можем начинать, как материалисты. Вот начнем с мира, а потом скажем, как мир на нас воздействует. Значит, вот есть субъект, есть объект. Субъект, объект. Ни отсюда, ни отсюда мы не можем начинать. Почему? Потому что ни субъект, ни объект не обладают структурой. Вот. Единственное, что подлежит анализу, это структура. Структура – это то, что существует между субъектом и объектом. Структурой, то, с чего мы должны начинать анализ, структурой обладает только язык. То есть предметом анализа философии должен быть язык. Язык – это то, что ставит между собой объектом субъект. Причем в языке мы анализируем именно структуру. Структуру. Значит, структура – это совокупность устойчивых отношений. Структура – это совокупность неких устойчивых отношений. То есть предметом анализа для нас почему-то в языке будут отношения. И дальше структуралисты будут исследовать отношения автор-читатель, отношения родства первобытном обществе, товарно-денежные отношения и так далее. То есть отношения исследуются во всех сферах. То есть некоторые такие отношения, которые при преобразовании их систем сохраняются. Вот структуру. У каждой системы есть структура. И мы можем заменить насыщение этой системы, а структура все равно останется. Отношения останутся. Откуда это представление о языке как структуре идет? Хотя в 50-е годы возникает структурализм, истоки его – это начало XX века. И известный вам, надеюсь, лингвист у истоков стоит на структурализме. Это швейцарский лингвист Фердинанд де Сассюр. Слышали о таком? Нет? Нигде вам не читали? Ну, давайте я немножко о нем скажу. Фердинанд де Сассюр. Швейцарский лингвист. Основоположник структурализма. Идейный вдохновитель структурализма. Фердинанд де Сассюр, хотя он умирает уже в 2014 году, популярность приходит позже к его идее, благодаря тому, что его ученики записывают и издают такой курс общей лингвистики. Курс общей лингвистики, и лингвистические идеи потом распространяются на философию, распространяются даже на понимание всей культуры, благодаря Фердинанду де Сассюр. Значит, вот какие основные идеи в теории языка Фердинанда де Сассюра? Значит, де Сассюр различает то, что он называет синхрония и диахрония. Такой синхронический, диахронический подход к языку. Структурализм – это, прежде всего, философия языка. Я уже говорила, что, когда спросили одного структуралиста, если мы запретим слово «философия», наложим табу на слово «философия», как лучше всего называть то, чем занимается философ? Он говорит, что это общее языкознание. Вот оно, влияние языка, влияние, прежде всего, Фердинанда де Сассюра. Значит, Фердинан де Сассюр произвел такую революцию в языкознании и попутной философии, в теории культуры. До него в основном преобладали в языкознании такие исторические методы. То есть исследование, как меняется значение слов, как меняется произношение. То есть рассматривался язык в диахронии. Значит, диахроническое рассмотрение – это очень модная терминология. Вообще терминология структурализма очень модная. Вот, там, симуляк, коннотация, синхрония, диахрония, немножко я сейчас об этом скажу. Такой вот модный сленг современного гуманитарного знания. Правда, злые языки говорят, что вам структурализм и синеотика, на которой он основан, расскажут о том, что вы и так знаете, на языке, который вы все равно не поймете. Но это вот, ну, действительно, это такие модные штуки. Барт, спуко и прочее. Вот, ну, мне кажется, что все-таки этот взгляд открывает нам нечто новое в мире. Как вообще философия делает, открывает проблемы там, где ее не было. Значит, диахронический подход рассмотрения в историческом развитии. Вот, Де Сассюр сравнивает язык с лентой, кинематографической лентой, которую мы, как бы, вот так вот просматриваем. Но возможен, и это была революция Де Сассюра, взгляд на язык не в историческом развитии, как меняется значение слова, например, а синхронический взгляд. Когда, как он говорит, движущаяся лента разрезается на куски. И мы, как бы, ее останавливаем. Мы рассматриваем не движение ленты, не смотрим кино. Рассматриваем эту ленту по кадрам. Мы останавливаем и смотрим, а что из себя представляет язык вот сейчас здесь. Сейчас этот подход довольно распространенный, но, так сказать, потребовалось влияние, в том числе и Де Сассюра, чтобы мы рассматривали язык вот в таком синхроническом плане. И что из себя будет представлять язык, говорит Де Сассюр, вот в синхронии, при синхроническом рассмотрении. Он, у него есть некоторые очень загадочные заявления. Например, он говорит, что в языке нет, знаменитый айфоризм Де Сассюра, любимый всеми структуралистами, в языке нет ничего, кроме различий. В языке нет ничего, кроме различий. В языке нет ничего простого, он еще добавляет. В языке нет ничего, кроме различий, в языке нет ничего простого. Что мы привыкли считать субстанцией языка? Слово. Но по Де Сассюру слово не является субстанцией языка, как мы привыкли считать субстанцией мира, там, столы, столи, предметы. Субстанцией языка является отношение. В языке нет ничего, кроме различий. То есть главное в языке – это отношение вот этих сущностей, которые в него входят. Язык – это система отношений. То, что потом структуралисты будут говорить, структур. При вот таком синхроническом взгляде мы видим соотношение друг с другом языковых единиц. А Де Сассюр еще сравнивает язык, с шахматной игрой. Вот язык похож на шахматную игру. У нас есть один вариант игры, там, китайский язык, есть другой вариант игры, русский язык. Что делает фигуру в шахматной игре именно королем? Что делает фигуру в шахматной игре пешкой? Ее вид? Нет. Совсем не ее вид. Потому что мы можем заменить в тюрьме, скажем, хлебным мякишем короля. Что будет делать фигуру той фигурой, которой она является? Правило игры. То есть правило – это отношения с другими элементами. Что король может ходить так-то, он может съесть такую-то фигуру, он может превратиться в такую-то фигуру. То есть язык, как подобный в шахматной игре, это система таких чистых значимостей, как он говорит, отношений. То есть мы имеем дело всегда с отношениями. У него еще есть аналогия с алгеброй и аналогия с экономикой. Как в экономике. Слово очень похоже на монету. Когда мы говорим о значимости, это очень похоже на стоимость экономическую. В языке должны быть и различия, и сходства, чтобы язык существовал. Невозможно язык из одного слова состоящий. Должно быть сходство и различия. Так же, как когда мы имеем дело… Ой, извините. Сейчас у меня там важный один вопрос. Сейчас… Ой, ладно, я сбросила. Все. Вот. Значит, деньги. Когда мы имеем дело с деньгами, мы, с одной стороны, имеем дело с диахроническим изменением их значимости. Вот сейчас девальвируется рубль, к сожалению. То есть, вчера мы могли купить на рубль, там, так сказать, перевести его в валюту и купить одни товары. Завтра мы могли купить. Алло. Нет, нет, на сегодня нет. Ой, извините, я сейчас не могу говорить. У меня лекции сегодня нет. Я перезвоню тогда, извините. Другой разговор. Все, отчет сдаем. Да, значит, деньги, значение денег меняется исторически, диахронически, так же, как меняется значение слов. Слово «стул» по-видимому обозначало «стол» в древнерусском языке, а «стул» обозначал наоборот «стол», «престол», да? На нем сидят вообще. Вот. И так же и значение денег может меняться, потому что сегодня мы на 5 франков можем купить одно, а завтра сегодня буханку хлеба, завтра букет цветов. Меняется, да? Но с другой стороны, как говорит Сосюр, отношение 5 франков к одному франку всегда будет одно и то же. И так же в языке важно отношение слов друг к другу и взаимодействие друг к другу. То есть вот эти вот структуры. которые им единственное имеют значение в языке. Соответственно, что из себя представляет язык? Что такое язык как система, знак, структура отношения, между которыми мы исследуем? Для ответа на этот вопрос мы обратимся еще к одному предшественнику структурализма и семиотики как теории знаков, второй источник – это Чарльз Сандерс Пирс. Вот современный структурализм и структурализм, и семиотика, семиотика – это теория знаков, но о чем мы сейчас говорим, это семиотическая философия, восходит к Де Сосюру и Пирсу. Чарльз Сандерс Пирс – это американский философ, логик. Один источник такой лингвистический, другой более логический и философский. Чарльз Сандерс Пирс – основоположник американского прагматизма. Прагматизм, кроме структурализма, он еще повлиял на прагматизм. Специфически американская философия, но специально подробно мы о ней не будем говорить. Суть прагматизма состоит в том, что мы не можем достичь абсолютной истины, мы не должны к ней стремиться. Пирс, например, критикует Декарта, что Декарт говорит о возможности достичь абсолютно достоверного знания. Это иллюзия. Мы должны исходить из того, что в нашем отношении к реальности всегда есть некоторое что-то опосредующее. Опосредующее это отношение. Мы всегда, допустим, в науке, как обычно, мы целимся в какую-то цель и разброс у нас есть какой-то. Можем попасть в мишель, но попадаем рядом. В науке мы обычно стреляем, не видя эту цель. Куда мы попадаем? И то, что мы называем истиной, это то, где сходятся наши заблуждения, где-то в серединке. То есть мы как бы гадательно высчитываем, с чем мы имеем дело. По тому, куда попадает разброд наших размышлений. Но это его идеи такие прагматические. Соответственно, что опосредует наше отношение к миру? По Пирсу. Пирс говорит, что мы не можем мыслить иначе, как знаками. Вот что опосредует наше отношение к миру. Знак. Если у Канта была аналитика способностей, что человек может, что есть человек, то у Пирса аналитика скорее не способностей. Чего мы не можем? Мы не можем мыслить вне знаков. Мы мыслим только знаками. Что такое знак по Пирсу? Ну, а что общего? Вот мы можем попробовать с вами даже вывести. Что общего у всех знаков? Знак, например, вот этот знак. Погон знак. Знак дорожного движения. Кольцо на пальце знак. Что у них общего? Обозначает за ними что-то. Совершенно верно. Пирс то же самое говорит. Значит, определение знака по Пирсу. Знак – это нечто, что замещает что-то для кого-то. Всё, что подойдёт под это определение, будет знаком. Знак – это нечто, что замещает что-то для кого-то. Да? То есть, если я здесь вот что-то напишу. Вообще говоря, это грязь. Просто, если мы на это посмотрим. Абстрактно. Но это может стать знаком. Что нужно для того, чтобы вот это, я даже не хочу его называть, стало знаком? Чтобы мы знали смысл. Да, чтобы оно замещало что-то. Да? Вот. Для кого-то. То есть, для человека, который не знает английского или француза. Это ещё вопрос, на каком языке это написано. То ли это table, то ли это table. Вот. Значит, это будет столом, если есть кто-то. Да? Для кого это? Да кто это понимает? Да? То есть, обязательно у нас есть в этой семиотике, это теория знаков, в этой семиотической ситуации, элементарная семиотическая ситуация, и структуралист очень любит говорить семиозис. вот в этой семиозисе, вот в этой элементарной семиотической ситуации у нас обязательно есть знак, нечто, что замещает что-то, и обязательно для кого-то. Вот это семиотический треугольник. Вот он здесь у нас уже появился. Элементарная семиотическая ситуация, семиотический треугольник. То есть, абстрактно говоря, это знак, его значение, которое еще называется денотат. Отношение, обозначение, денотация. Денотат и интерпретатор. Интерпретатор обязательно тот, кто связывает знак с его значением, или денотатом. Что может быть знаком? Знаком может быть все, что угодно. Нет такой вещи, которая не могла бы быть знаком. И, собственно, взгляд структуралистов на культуру состоит в том, что культура – система знаков. Собственно, чем отличается вещь природная от вещей, которая пошла в культуру? Тем, что кроме какого-то пагматического значения, приобретает и семиотическое значение вещь в рамках культуры. Мы одеваемся, чтобы не замерзнуть, но мы как бы разговариваем друг с другом, одеваясь определенным образом. Мы заявляем о своем статусе, о желательном круге общения и так далее. Мы едим, чтобы не умереть с голоду, но мы не едим там, я не знаю, кто-то не ест свинину, кто-то еще что-то не ест и так далее. Мы строим для того, чтобы на нас тушь не капал. Мы вместе вот такие красивые здания. Вот зачем? В нашей культуре мы всегда общаемся друг с другом. Это тоже определенного рода язык. То есть все может стать знаком. Знаком даже может стать ничто. Молчание – знак согласия. Отсутствие цветка на подоконнике – знак того, что явка провалена. То есть отсутствие тоже может стать знаком. Вот самое первое, что нам нужно, когда мы входим в знаковую ситуацию в отношении Симеозиса, это вообще воспринять нечто как знак. Потому что все может быть воспринято и как знак, и не как знак. Например, вот, так сказать, пляжащие человечки, канадольная история про Шерлок Холмса. Собственно, с чего там начинается фокус? С того, что понимает Шерлок Холмс, что эти картинки, которые нарисованы на заборах, это не просто мазня детская, а это шифр. То есть первое, что мы должны воспринять, это то, что я знак, расшифруй меня. Вот что говорит нам знак. То есть мы можем воспринять этот стол как, просто как стол, писать на нем, а можем воспринять его как знак. Знак, вот, так сказать, убогости нашей жизни. Или можем флаг воспринять просто как предметы, завернуть в него колбасу, или завернуться в него, да, согреться. И нас привлекут за оскорбление флага, да. Почему? Потому что это знак. Да, вот, это, кстати, вопрос об оскорблении флага даже специально рассматривался в Америке. И было сказано, что защищено это действие свободой слова. Оскорбление флага – это высказывание. Да, это от определенного образа действия в языке, опять же. Вот. Вообще, для того, чтобы воспринимать нечто как знак, мы должны иметь дело с тем, что структуралисты называют рамка. Рамка, или еще это называется кадр, или фрейм. Вот, язык структурализма, этот семиотический, он универсальный для культуры. Тут есть рамка, как у картины есть рамы. Есть кадр, это, естественно, из кинематографа. Фрейм – это из компьютерной практики. Фрейм, как, так сказать, элемент информации. Вот, у нас есть рамка, да, вот есть картина, да. Мы говорим, что вот на картине что-то нарисовано, да. А рядом это не картина. Вот это информация, а рядом не информация. То есть для того, чтобы перейти к считыванию информации, нам надо вычленить, а где нам сообщается информация. То есть, как бы, определить эту рамку, где она проходит. Я информация, считывая меня, я стена, меня не надо читать. Собственно, практика современного искусства – это игра с рамкой очень часто. А где проходит рамка? Мы понимаем, что это штука такая относительная, где нам провести рамку. Можно включить что-то из реальности, что-то вынести за пределы картины, да. Вот, игра с рамкой – сейчас это довольно распространенное явление. Но вот один из первых опытов был этот такой спектакль, значит, итальянский, который начинался с того, что, ну, вот все заходят в театр, да. Театр начинается с вешалки. Рамка в театре, она начинается с вешалки. Это известно. Что вы пришли, вы уже играете в определенного рода игру. Значит, люди пришли, сели, рассели в зале, ждут начала спектакля. Вдруг заглядывает полицейский и говорит, там, «Мерседас такой-то припаркован неправильно». Хозяин ждут, значит, чтобы он исправил ситуацию. Все сидят, хозяин не встает. Так длится минут пять-семь. И постепенно понимают люди, что спектакль, начало спектакля было появление этого полицейского. Вот, то есть рамка, она проходила не там, где они думали. Вот эта игра с рамкой, это любимое занятие и постмодельницкой литературы, и, да, кстати, в рекламе тоже это эксплуатируется. Но вот, впервые это было использовано в рекламе Кока-Колы, когда, значит, актер пьет Кока-Колу, потом, значит, жадно пьет, потом, значит, показывают, как снимают декорации, и он продолжает жадно пить Кока-Колу, как бы в реальности. То есть вот рамка проходила здесь, мы ее расширили, но на самом деле мы понимаем, что это очередная рамка. То есть он пьет как бы жадно, уже не по долгу службы, а уже после того, как его сняли. На самом деле это новая рамка. Это вот циркок, по-моему, так рекламировали тоже. Когда все, они там, значит, его едят и снимают декорации, они все равно продолжают есть. Но мы понимаем, что выходя из одной рамки, мы попадаем в новую рамку. Вот пафос структурализма в том, ребята, все не то, чем кажется, вас обманывают, вы все равно находитесь в рамках игры, вы все равно находитесь в рамках некоторых таких вот отношений знаковых. Все не то, чем кажется, будьте бдительны. Поэтому структурализм тесно связан с такими ливацкими, антибуржуазными вещами, антитодалитарными, прежде всего. Не морочите нам голову, не всовывайте нам какую-то идеологию. Мы понимаем, что мы все равно в рамке. Мы можем с ней поиграть. Мы можем поиграть, мы можем, почему бы нам не сделать вещами, как говорят структуралисты, промежутки между вещами. Чем они-то хуже? Они тоже достойны, да, вот Ворхол, да, говорит. Каждый на 15 минут достойный того, чтобы стать знаменитым. Да, почему нам не сделать предметом рассмотрения именно вот стену? Она же тоже хочет быть чем-то. Так что вот эта игра с рамкой – это интересная штука. И когда мы приходим в язык, заходим, например, на выставку. Выставка – это тоже своего рода язык. Структурализм распространяет метафору языка на всю культуру. Мы приходим на выставку, и мы должны понимать, что нам сообщается там. И если мы пришли на постмодернистскую выставку и видим, допустим, дырявый башмак, который стоит там на видном месте на выставке, если мы не владеем этим языком, то мы решим, что забыл кто-то этот башмак. А если мы понимаем, в какую игру мы играем, то мы понимаем, что каждый на 15 минут может стать знаменитым. И если что-то попало в контекст музея, значит, оно этого достойно. Принцип постмодернизма. Значит, раз он там стоит, то мы будем его интерпретировать. То есть раз мы попали в рамку и начали игру, всё, что внутри рамки, будет достойно внимания. То есть мы можем, имея дело с русским языком, сказать, что вот это, допустим, не слово русского языка, потому что и не предложение. Это вообще непонятно что, но не имеет смысла. Потому что просто по правилам языка такое нельзя образовать. Но также мы можем подойти и к произведению искусства. Что это, если это реалистическое произведение искусства, мы его так интерпретируем. Если это постмодернистское, интерпретируем иначе. Вот это, значит, соответственно, Пирс уже выделяет. Как разный аспект рассмотрения знаковой ситуации. Значит, если мы в целом рассматриваем язык, язык – это система знаков. Значит, язык понимается просто как система знаков. Причём язык у нас – любая система знаков. Можно говорить языки театра, языки кино, языки, там, значит, отношений, допустим, родства. То, что любит. Леви Стросс, например, заниматься. Значит, вот если мы исследуем просто отношения между знаками, это называется синтаксис. Синтаксическое исследование. Совершенно такое, вроде бы, из языкознания пришедший термин. Однако сейчас говорят синтаксис в спектакле. Почему бы и нет? Потому что синтаксис – это исследование отношений между знаками. Просто знак к знаку как относится. И на уровне синтаксиса мы уже входим в рамку. И говорим, вот, начали игру. Начали игру, играем, вот здесь рамка прошла, можем даже и с рамкой самой поиграть. Это допустимо в нашем языке. Вот это мы скажем на уровне синтаксиса. Не слово русского языка. Мы вообще не понимаем, что это такое. Но просто графически видим, что это не так, как компьютер на уровне синтаксиса. Можете сказать, вводите, там что-то ищите. А он говорит, нет, у меня такого. Я вообще не знаю, что это такое, но у меня такого нет. Он просто графически соотнесет и на уровне синтаксиса увидит. Ну вот у Берта Эка, о котором я уже упоминала, кроме того, что он писатель, он еще и структуралист крупный, он приводит пример в своей книжке «Отсутствующая структура», называется, «Видение в семиологию». Вот он приводит пример такого вхождения в рамку, потому что вот вы, допустим, отдыхаете у моря и прибила бутылку к берегу, и вы можете по-разному отнестись к этой бутылке. Можете решить, что это просто грязь какая-то и плохо убирают пляж. А можете вспомнить, что раньше бутылка какая-то старая, такая интересная, что раньше терпящие кораблекрушения оставляли записки бутылка. Тогда вы, может быть, возьмете эту бутылку, откроете, увидите, видите, там действительно бумага старинная, открываете, смотрите, читаете. Вы вошли в рамку, вы начали игру, вы пытаетесь интерпретировать. Вы можете просто относиться к этой бумаге как к грязи. И, в принципе, вот к этому всему можно относиться как к грязи. Нужен определенный опыт. Вот какой-нибудь зашел бы сюда туземец, он вообще бы не понял, что это такое у нас тут происходит. Как в кино первое восприятие было же, допустим, крупный план в кино, как бы воспринять, знаете? Какая-то поезд. Да, и поезд, и крупный план, когда была голова показана человека. А, думали, что это отрезали? Да, это было возмущение, ужас, отрезанная голова. Да, вот это вот работа с рамкой. Вот она у нас, отрезанная голова. Она регулярно у нас дома отрезанная голова. Это страшное дело. У нас же телевизор работает. Там все время отрезанная голова. Страшная картина. Между прочим, когда впервые Горькому, Максиму Горькому, показали кадры с Львом Николаевичем Толстым, его успели заснять, Горький был в ужасе. Он говорит, он же умный, вообще какой ужас. Что я вижу человека, который умер. Это страшно. Кто-то двигается. Вот, то есть, это как бы такая привычная, привычная умность. Мы с ним постоянно имеем дело. Вот, так вот, значит, возвращаясь к примеру Омбертенко, значит, я вошел в игру. Я воспринял это как знак. Я читаю, понимаю, что действительно там какое-то послание, но вижу, что ага, а там иероглиф. А иероглифов я не знаю. То есть, для того, чтобы полноценно входить в такую знаковую коммуникацию, мне нужно еще что-то. Синтаксиса недостаточно, отношений между знаками недостаточно. Нужно еще вот это отношение. Это называется семантика. Семантика, то есть отношение знака к его значению, динатата. То есть, я должен понимать, а что это значит. Я должен связать язык с реальностью. Хотя эта реальность, это такая реальность в кавычках. Реальностью может быть другой язык. И вот по пирсу, например, мы, согласно структуралистам, мы никогда не выйдем в голой реальности. Мы всегда от одного языка переходим к другому языку. Вот такой бесконечный семиозис, как они говорят. Потому что обозначая что-то, я выхожу к новому уровню. Сейчас мы об этом поговорим. К новым структурам, которые всегда будут относительны того, какие я отношения установил. Но кроме семантики, еще нужно исследовать отношения. Семантика значит исследование отношения знака к объекту. Отношение к интерпретателю. Отношение к интерпретателю исследует прагматика. Вот эти прагматика, эти разделы семиотики как раз установил пирс по аналогии знаменитым тривиуму средневековым диалектика, грамматика, риторика. Вот там выделялись синтакси, семантика, прагматика. Прагматика исследует отношение интерпретатора к знаку и замещаемому знаком объекту. Главный термин прагматики, если здесь денотат, денотация, то главный термин прагматики – коннотация. Денота обозначаю, коннота обозначаю с месте. То есть коннотация – это обозначаю ещё что-то. Ну, коннотация – это ассоциации, связанные со знаком в культуре. Ассоциации, которые связываются с данным знаком в культуре. Если я вас попрошу представить себе человека, например. Представили? Вот, у нас коннотации появились. Потому что почти никто не представляет женщину. Вообще никто не представляет ребёнка. Потому что это нетипичный человек. Но вот если феминистская культура, тогда, возможно, уже кто-то представит женщину. Действительно, коннотация, есть устойчивая коннотация, которую мы не осознаём. Это тоже такая модная тема в структурализме – метафоры, которыми мы живём. То есть метафоры управляют нами. Вот эти устойчивые коннотации, которые стёрты, и не воспринимаются нами даже как метафоры. Не воспринимаются как коннотации, воспринимаются как буквальное значение слова. Например, я могу сказать там, в моём сердце зажглась любовь. Что значит «зажглась»? Для меня совершенно естественно, что любовь – это огонь. Но это метафора, это устойчивая коннотация. Я потратил время. Что такое время? Время – получается деньги. Устойчивая коннотация, что время – это богатство, что время – это деньги. Откуда это следует? Вообще ниоткуда. И в принципе, эта коннотация идёт со времён зарождения протестантизма, когда капитализм, капитал, он, собственно, эксплуатирует время. Прирост капитала за счёт времени возникает. То есть потратить время, время устойчивое. А меры тяжести преступления – преступление – это что? Оно имеет вес. То есть вот такая устойчивая коннотация. То есть масса устойчивых коннотаций в культуре, которые мы просто даже не замечаем. И когда мы, например, говорим о политике, мы можем говорить очень по-разному о политике. И, соответственно, эти коннотации направляют нас на определённого рода действия. О чём и говорят структуралисты. Будьте внимательны, вас, возможно, морочат. То есть мы можем сказать, например, агония правительства. Соответственно, что такое правительство? Живой организм. Можем сказать, политическая клоунада. Значит, политика – это уже какой-то цирк. Можем сказать, закулисная политика. Политика – это театр. Можем сказать, рычаги управления. Значит, политика – это механизм. Соответственно, проблемы в политической области могут быть механические, и могут быть проблемы жизненного выживания, если это живой организм. Соответственно, и методы разные. Одно дело – это механизм заржавел, надо его смазать чем-то, там, нефтью, я не знаю, чем. То ли это у нас цирк плохо работает, значит, надо Жириновского срочно выпустить, чтобы он там получше исполнил свою роль. Вот, и так далее. Или это живой организм, и тогда нам нужно оживить как-то его. То есть нами управляют действительно метафоры, которые мы не очень осознаем. Вот эти вот самые коннотации. Будьте внимательны, что в Али манипулируют, вот говорят структуралисты. Некоторые коннотации, вот такие есть устойчивые в культуре, и некоторые коннотации даже табуированы. Вот отсюда всякие обычаи, вот то, что сейчас называется политкорректность, то есть попытка уйти от табуированных коннотаций за счет, как бы мы улучшаем коннотацию и тем самым влияем на реальность, пытаемся повлиять на реальность. Ну, там, не будем говорить негр, будем говорить афроамериканец. Значит, уже совершенно другие коннотации. Не будем говорить старый, будем говорить старый, золотые годы. Тут даже принято, да, так старый нехорошо говорить. То есть и мир вроде бы другим становится, да, не душевно больной, а альтернативно одаренный. Это совершенно серьезно. Вот, да, потому что действительно это, ну вот как сейчас действительно принято, там, другой театр, они, это просто другой опыт. Ну, это действительно структурализм говорит об этом, да. Это способ действительно влиять на реальность. Мы изменяем реальность, изменяя язык. Некоторые такие эфемизмы действительно очень удачные. Там, мы будем говорить не о развивающихся странах, как раньше говорили, а будем говорить, то есть, извините, раньше говорили слабо развитые, а сейчас говорят развивающиеся, да, страны. Это совершенно другая перспектива. Хотя, в общем, суть от этого не меняется. Когда-то еще Пушкин возмущался такими эфемизмами, когда появился в его время эфемизм для женщины. И быть в интересном положении для беременной женщины. Он возмущался, что это такое? Надо говорить брюхатые. Это вообще что это такое? Почему мы стесняемся того, что естественно? И как бы закрываем она, это глаза. Нет, это вот надо говорить по-русски просто. То есть, конечно, в политкорректности, вот в этой работе с коннотациями есть лукавство. Реальность не изменилась. От того, что мы назвали там, я не знаю, убийцу киллером, он не стал лучше. А возникает вот такая какая-то иллюзия, да, там вот убийца собак, значит, докхантер, мы скажем. Ой, какие элегантные-то люди-то. Да, докхантеры они, да. На самом деле они просто травят собак. Ну, то есть, вот иногда это лукавство, действительно, работа с коннотациями. Нужно работать поближе к реальности, держаться. Вот. Ну, вот об этом, значит, вот этот вот семиотический треугольник нам и повествует. Некоторые, значит, табуированные вещи, вот даже связаны, конечно, с историей. Вот в советское время одного диктора на телевидении, значит, уволили, потому что он, читая прогноз погоды, значит, у него там в Испании была хорошая погода, но он сказал, на всей Испании безоблачное небо. Его уволили. За что? А это сигнал к фашистскому пучу в Испании был. Вот. То есть, иногда это бывает просто вот табуированное какое-то выражение, потому что, ну, вот исторически оно было использовано. Он решил блеснуть эрудиции, но так нельзя в советское время, нельзя. Вообще, в каком контексте мы рассматриваем то или иное слово, зависит от этого восприятия. Одно дело, реклама, не все йогурты одинаково полезны, другое дело, эпитафия на могиле. Или, как в советское время, наша цель – коммунизм. Где это? Это на ракетной базе повешена наша цель – коммунизм. Ну, вот там инспекция пришла, говорит, что же вы тут вывесили. Ну, и так далее, да. Вот. То есть, от контекста, конечно, зависит интерпретация. И коннотации. Очень важно, например, при переводах с языка на язык учитывать коннотации. Вот одна венгерская переводчица рассказывает, как она переводила японского миллионера, который, желая подчеркнуть, что он был бедным в детстве, что каждый может стать миллионером, он сказал, в детстве я ела одних только крабов. Она говорит, если я переведу так, как меня поймут, ну, его же не так поймут, что значит он ел. Она перевела в детстве, я ела одну овсянку. Вообще говоря, хулиганство полное. Потому что динутат совершенно не тот, но коннотации оказались правильными. Так же, как вот и переводы, как экранизация. Это тоже своего рода перевод внутри культуры, где тоже важно учитывать и коннотации, важно учитывать и способы, так сказать, выражения. Вот, например, тот же «Крупный план». Сначала он воспринимался как ужас кошмарный, а в 2014 году уже появляется итальянский фильм «Любовь на ногах», где изображен только «Крупный план». Там, значит, ноги героев только, шпильки, башмаки. Вот весь флирт показан через ноги героев. То есть «Крупный план» имеет свои преимущества. Монтаж имеет свои преимущества. Можно, так сказать, в речи простой мы скажем. Он подумал, он захотел. Кино дает вот такой стык. Там герой прогуливается по парку, птички поют. «Благодать полная» с женой и тещей. Следующий кадр – жена и теща поджариваются на сковородках. Ну, мы понимаем, что это его подсознательное. Как мы это текстом просто опишем, но такого эффекта не будет. Вот есть такой фильм, известный «Савиный берег», где по рассказу он сделан, где там герои во время гражданской войны в Америке его берут в плен, ведут через реку. Там эшафот, петлю ему на шею набрасывает. Он вырывается, значит, переплывает эту реку. Потом вся история разворачивается. Борьба его, любовь. И самый критический момент, когда он близок к счастью своему. Следующий кадр – он болтается в петле. В рассказе это тоже написано так, но эффект в кино, конечно, совершенно другой. Потому что мы понимаем, что ничего не было. Что это была иллюзия. То, что он никуда не вырвался. Просто это было мгновение, которое он прожил до своей смерти. Прожил несостоявшуюся жизнь. Но вот эффект монтажа, он, конечно, в кино совершенно особый. То есть перевод – это тоже отдельная тема, когда мы тоже учитываем разного рода коннотации. Ну вот, напомним вам, по-моему, я говорила, когда мы еще давно говорили о Китае, как в Китае перевели рекламу Кока-Колы. Там присутствовало в рекламе слово «элайф» – «Кока-Кола вас оживит». Как перевели китайцы – «Кока-Кола поднимет из могилы ваших предков». Потому что коннотации совсем другие. Для нас это событие странное, для них это вполне нормально. Сделает их «элайф», оживит, поднимет из могилы ваших предков. Ну, влияние языка на наше восприятие реальности – это одна из главных тем структурализма. И структурализм говорит о том, что действительно мы живем не столько в мире вещей, сколько в мире символов. Что такое символ, как особого рода знак? Символ имеет, само слово имеет интересное происхождение. Символ происходит от греческого слова «симбалон». «Симбалон» значит, что значит «сим». Симфония, симбиоз, соединение разрозненного. Симпози, кстати. Симпози – это в Греции, вообще-то, это пьянка. Такая только, когда в разных позах лежат и объединенные беседуют о философии, пьют разбавленное вино. Вот, потому что, так сказать, все должно быть умерено. Значит, соединенное вместе. «Балон» значит «брошенное». Буквально «вместе брошенное» получается символ. «Брошенное вместе». «Вместе брошенное». Кстати, символ совсем не похож на эмблему. Не похож по написанию, по звучанию эмблема. А по смыслу он очень близок. Но на самом деле это слова близкие очень. Эмблема происходит от «эмбалон». «Эмбалон» – это «брошенное на» сверху. Символ и эмблема – это символон и эмбалон очень близки. Вот. Значит, символ говорит о том, что что-то соединено разнородное. Символами в Греции назывались вообще специальные такие вещи. Это были плитки керамические, расколотленные на части специально. Зачем их раскалывали? Чтобы участники тайного общества узнали друг друга, они получали часть. Или участники сделки. Покупатель может не знать посредника. Посредник от продавца получает кусочек этой плитки. Соединяется. Ага. А вот в символе есть такой эффект переживания, такое ага, узнавание. Ага. Понял. Отгадал. Вот оно на самом деле. Вот мы живем, говорят структуралисты, в мире символов. Потому что в реальности нет, вот уже мы с вами не раз обсуждали, нет дома. Это не дом. Это стена. Это не стол. Это крышка стола. Но мы говорим, это стол, это дом. Потому что мы как бы символизируем реальность. Когда-то я вам рисовала зверя. Давайте я вам еще его нарисую. Философический зверь. Вот. Кто это? Кролик или утка? У меня не очень, может, получился известный перевертыш. А кролик это или утка? Или это уши, или это клюв. Кто это на самом деле? Вот на самом деле никакого нет, говорят структуралисты. На самом деле есть то, что мы структурируем. Как мы мир упорядочиваем с помощью наших символов. Как мы его структурируем, таким он и будет. Действительно, мы живем в мире символов. Вот наше взаимодействие с миром опосредовано языком. Причем языком, оброшенными вот этими коннотациями. Мир предстает для нас таким, каким мы его оговорили. Значит, скажем, Бахтин говорит, что человек приходит в мир захваченных смыслов. Мы приходим в мир, где за нас уже все оговорено, за нас уже сказано. Вплоть до того, что что-то почувствовать, чтобы что-то почувствовать, мы должны его назвать. Меня вот уже неделю что-то мучает. Вот мучает, никак мне покоя нет. Когда я успокоюсь? Когда я скажу, ага, это же любовь. Все ясно. И сразу так спокойнее становится. Не, на самом деле, правда, когда какая-то беда случается, потом поймешь, это же трагедия. Ну ладно, да, понятно. Легче становится, что многие же трагедию переживали. А любовь тоже вот помнится у кого там была. У Рамо и Джульетт, кажется, было. Даже у Анны Калининой вот было. У нее не очень хорошо кончилось. А у меня муж даже лучше будет, чем у нее. Вот я хожу там в лесу, думаю, ой, вот что-то меня разрывает. Я же наслаждаюсь природой. Все ясно. То есть вот включить в себя систему, включить в себя структуру. Только мы должны все время рефлексировать, что, конечно, мы находимся в состоянии манипуляции. Нами манипулирует культура. Нами, ну, манипулирует. Ну, хорошо это или плохо, но это вот наша жизнь такая. Действительно, мы приходим в мир захваченных смыслов. Вот. Известно, какое влияние даже вот наши национальные языки на нас оказывают. Там лексические различные языки. Например, наше восприятие цвета зависит от языка. Например, в английском нет голубого. У нас есть голубой. Вроде бы русский лучше даже различает. Голубой и синий цвет. В некоторых языках африканских есть только два названия для цвета. Для теплых и холодных цветов. Там дети действительно хуже различают цвета. В языках там северных народов больше названий для снега. В вьетнамском есть масса названий для бамбука, для риса и так далее. Ну вот, такие, значит, разрозненные наблюдения над языком, как язык влияет на наше восприятие действительности, они всегда были. Вот есть такая, например, болгарская притча «Уделы народов», где говорится о том, что Господь, болгарская притча, отдал власть над миром туркам. И к нему приходят разные народы и говорят. И то, как они говорят, определяет их дальнейшую жизнь. Пришли французы, говорят, какой-то искусник Господь, значит, им дал Господь удел искусства. Потом пришли к нему, значит, евреи, говорят, как-то просчитался Господь, он им дал деньги, счет. Пришли болгары, говорят, что ты наделал. И Господь им дал тяжелый труд, дело, в удел. То есть каждый язык как бы проговаривается, каждый народ проговаривается о своем видении мира. И это известно, что на кончике языка культуры разные категории. Там дают датским детям, первые слова, которые они произнесут, это будут строительные термины. Там японские отношения родства. То есть совершенно разные на кончике языка культуры. Даже когда мы задаем вопрос, как поживаешь, обратите внимание, по-разному, на разных языках. Комасава, да, то есть по-французски. Комасава, в общем, как идешь. А по-итальянски коместа, как стоишь. По-английски хауду и дуду, то есть, в общем, как делаешь. То есть в основе разные модели человека. Вот, по-русски тут по-разному есть. Но тоже у нас влияние других языков наблюдается. Как поживаешь, заменяется уже, как дела, чаще. Но эти наблюдения, они были разрозненными до 30-х годов прошлого века. Вот тоже большое влияние на структурализм оказало, я не знаю, вам, может быть, это рассказывали, гипотезы нанглистической относительности. Слышали? Нет? Нет, тогда расскажу. Нанглистической относительности. Так, авторы ее Эдвард Сепир, тоже исток структурализма, и Эдвард Сепир и Бенджамин Орф. Гипотезы нанглистической относительности, она называется Сепир Орфа. 30-е годы, 30-е годы прошлого века. 30-е годы прошлого века, рост расизма, национализма, фашизма. И эта гипотеза в каком-то смысле призвана противостоять этому. Сепир Орф, американские лингвисты. Правда, Орф начинал, он был химиком, он начинал работу в страховом агентстве. В частности, он занимался страхованием от случаев пожара. И он обнаружил, какое вообще влияние даже на количество пожаров оказывает язык. В частности, он заметил, что очень непрежно рабочие, несколько случаев он рассматривал, обращаются с пустыми бочками из-под бензина. На бочке написано «пустая бочка». Значит, они думают, что пустая, значит, это не страшно. А пары бензина, они еще опаснее, чем сам бензин. Они курят спокойно около пустых бочек из-под бензина. Как на нас влияет язык, он говорит. Или много, значит, случаев страховых связано с небрежным обращением с известняком. Название известняка в английском присутствует «стоун». Стоун – камень, камень не горит. Значит, подсознательный известняк тоже не горючий. То есть, как на нас влияет язык, задумался Орф, отправился вот к этому сипиру, лингвисту, этнографу американскому. И, значит, на лекциях Орфа появилась вот эта вот формулировка, эта гипотеза лингвистической относительности. В чем ее суть? Ее суть в том, что, как бы формулой, если пытаться выразить, носители принципиально различных языков носители принципиально различных языков не могут понять друг друга. Носители принципиально различных языков не могут понять друг друга. Если наше отношение к реальности опосредуется языком, возникает вопрос, а живем ли мы в одной реальности тогда? Вот согласно этой гипотезе, которая и сейчас сохраняет статус гипотезы, она не стала теорией, носители принципиально различных языков не могут понять друг друга. Принципиально различные языки – это те, которые по-разному членят мир, разные структуры в мир вносят. Действительно, если мы считаем, вот как мы переводим? Мы считаем, что мы вот опять возьмем тот же тейбл, а это стол. Мы считаем, что мы переводим тейбл как стол. Но как? За счет того, вот такое наивное представление о переводе есть, что есть вот язык, а есть реальность. Вот она уже структурирована. В реальности есть стол. Англичанин наклеил на этот стол тейбл, мы приходим, снимаем эту наклеечку, клеим свою, стол. Так будет, если реальность имеет структуру. Если вот здесь столы стоят. Значит, если наш язык опосредует наше восприятие реальности и структурирует ее, поймем ли мы друг друга? О каких языках идет речь? Что значит принципиально различные языки? Значит, теперь у ОРФ сравнили два типа языков. Это не просто гипотеза, основана она на таком эмпирическом исследовании, этнографическом. Значит, они сравнили английский, английский язык, но они это называют среднеевропейский стандарт. Среднеевропейский стандарт. Ну, любой индоевропейский язык можно взять. И, с другой стороны, язык племени Хопи. Они взяли языки североамериканских индейцев. Значит, это языки принципиально различные, в том смысле, что они по-разному структурируют реальность, устанавливают разные системы категории в реальности. А именно, как устроен наш язык? Вот, допустим, есть какое-то явление. Когда я его описываю, я уже пользуюсь языком, тут ничего не поделаешь. Падает камень. Мы говорим, камень падает. Мы говорим, камень активно действует. Камень активно падает. То есть, наш язык, английский, русский, а не к одной группе относятся, это язык-субъект действия. Субъект и действия. Камень падает. Отец берет книгу. Значит, есть отец, который берет, что берет? Книгу. Мы говорим, время идет. Уже очень странно. Мы живем в привычном языке, который очень странный. Наш язык, он так, как говорит другой философ языка, мы уж о нем не будем говорить, Людвиг Вильгенштейн, язык чеканит сущности. Наш язык европейский, он чеканит сущности. Мы говорим, стол стоит. Стол активно действует. Время идет. Как это вообще может быть? Между прочим, по свидетельству Лотмана, в русском языке 11 века, такое выражение даже было, так сказать, церковно наказуемым. За такое выражение полагалось наказание церковное. Время идет. Почему? Ой, извините, не время идет, дождь идет. Дождь идет. Время идет еще сложнее. Дождь идет. Почему? Потому что язычество. Кто такой дождь, чтобы ходить? Смотрите, мы населяем мир богами. Столы у нас стоят. Да, вот у Пушкина очень хорошо. Я вас любил, любовь еще быть может. Да, я вот говорила. Это вот действительно как такая сущность появляется. Любовь, да, как таковая. Наш язык, он вот так нас настраивает. Время идет. Тем более непонятно, кто оно такое, чтобы ходить. Правда, сказано в Танмуде. Не время идет, время стоит, проходите вы. Ну, как время стоит, тоже непонятно. Где у него ноги, чтобы стоять. Значит, наш язык такой. Если мы задумаемся, нет, настолько уж это очевидно. Очень странный мир, такой платонистический у нас все время. Какие-то субъекты здесь. Что скажет индейц Копе? Он скажет что-то вроде, поскольку согласно этой гипотезе мы не можем точно перевести, но приблизительно. Он скажет, не камень падает, у него язык процесса. Он скажет что-то вроде камня падения. То есть не камень активно падает, а есть единый процесс. Камня падения, в котором есть часть. Камень падения. Немножко другой взгляд. Как моя рука, это не мое действие, это моя часть. Вот там мир такой состоит из ситуаций, в которых можно выделить части. Отец берет книгу. Будет что-то вроде отца книговзятия. Единый процесс, которому словно можно выделить части. Вот родственные языки наших этих самых северных народов. Вот Чукча. Он что-то типа этого говорит. Вот мы говорим, Чукча глупый, Чукча дурак. Вот пафос этой гипотезы ни в коем случае. У него просто другая реальность. Вот камни падения, отца книговзятия. Не так существенно время в языке хоппи. Даже в том языке, который тогда существовал, сейчас уже он изменился под влиянием английского, там действительно не было обнаружено даже вот обычных грамматических категорий времени. В архаических языках вообще время часто выражается так, указанием, да? Вот будет, было. А часто наоборот. Там будет, а здесь было. Почему? Почему будущее за спиной, как вы думаете? Нельзя увидеть его. Точно, мы же не знаем его, да? Вот в языке хоппи важно даже не было или будет, а важно, откуда я это знаю, с чужих слов или точно. Поэтому будущее, оно попадает в разряд неизвестного. Поэтому характеристика его будет вот скорее там, вот оно там. Мы с этой точки зрения вот так идем по времени. Назад, потому что мы никогда, мы вот знаем, что прошлое, а будущее мы не знаем. Так что со временем там не очень хорошо. Короче, одна реальность и другая реальность, они несовместимы. И Сипир и Ору говорят о том, что мы не можем перевести с одного языка на другой. Соответственно, мы живем в разных реальностях. Сказать, что одна лучше, другая хуже, нельзя. В частности, если бы у нас была реальность как у хоппи, то, скорее всего, говорят они, мы бы лучше воспринимали теорию относительности. Потому что теория относительности, действительно, с увеличением скорости меняется длина. Если у нас жесткие предметы, это как это может быть? Не может. А если у нас единый процесс, тогда может перейти одно в другое. Сказать, что одно хуже, другое лучше, нельзя. Соответственно, мы должны быть терпимы друг к другу. Вот такой у них был мотив. И понимать, что, так сказать, разные реальности есть. Ну, в конце где-то 80-х годов была очень жесткая критика к гипотезе лингвистической относительности. Даже была опубликована такая работа, которая начиналась с фразы на языке времени хоппи, где, значит, говорится, тогда в такой-то утренний час, когда люди молятся солнце, я разбудил девушку и так далее. То есть там и время было, там и субъект был, но это уже 80-е годы. Язык значительно эволюционировал в племени хоппи. Были разоблачения, что не так уж и лексические языки различаются. То есть можно привести некоторые контраргументы. В частности, в отношении восприятия цвета тоже исследования такие были, что все-таки есть закономерности. Берлин и Кей такие исследования. Есть закономерности в возникновении названий цветов в языках. Во всех языках сначала появляются черный и белый, потом появляется красный, потом появляется синий, а зеленый уже только после. Коричневый вообще поздно. То есть если в языке нет черного и белого, не будет красного. Есть некоторые закономерности. Почему, например, там можно сказать, почему хуже видят африканцы цвета? Потому что у них в языке нет названий для цветов? Или потому что просто у них определенным образом глаз устроен? Из-за того, что там яркое солнце, у них просто менее чувствительны. Иначе бы они сжигали себе глаза. Что здесь первично? То есть они так видят мир, потому что у них такой язык, или у них такой язык, потому что они так видят мир? По сути, и так, и так можно на ситуацию смотреть. Но, правда, совсем относительно недавно, в последние десятилетия, были обнаружены некоторые языки, которые скорее в пользу гипотезной лунгалистической относительности свидетельствуют. Такой язык пираха есть. Пираха – это такое племя очень маленькое, значит, Бразилии. Они охотники, они такой первобытный образ жизни у них. Они не ассимилируются, не хотят изучать португальский. И говорят на своем языке пираха. Когда стали его исследовать, поразитный язык. Там нет числа. Там нет отношения родства, что вообще первым возникает в языках. Там нет чисел, там нет времени точно. Там язык, который устроен по принципу, чего не хватишься, того и нет. Там нет ничего. Числа, например, они не могут считать. Когда пытались, сказали европейцы, давайте мы вас научим на математике, они говорят, это скучно, мы не хотим. То есть он может положить пять орехов и пять бананов и соотнести их. Может. И сказать здесь столько же, сколько здесь. Но когда их уберут, скажут, положи столько же, он не может. У него нет средств фиксировать. Общее между ними, это число пять. Нет, у него нет такого. Вот, время тоже им не нужно. Они там живут вне времени. Вот, действительно, у них как бы реальность другая получается. Исследованные языки тоже в самое последнее время с разными географическими ориентациями. Вот наша ориентация такая эгоцентрическая. Мы в языке, в общем, себя делаем центром. Справа от моей ноги, слева откуда? Вот, от меня, да. А есть ориентация такая ландшафтная. Например, к горе, к морю, да. То есть я говорю не справа от меня, а к морю, да. Можно там по сторонам света, к северу, к югу, да. То есть для нас немножко странная ориентация, но вот такое может быть. То есть понятно, что эти индейцы, аборигены, они живут, так сказать, с природой в единстве. Поэтому для них важно море, гора, да. Я скажу, к югу от моей ноги. И там к муравью от моего носа. Вот так. Вот странный язык, да. Потому что будет ориентация, что не сам я, а что-то другое. Ну, любопытно, что эти аборигены сохраняют, например, географическую ориентацию, даже когда они попадают, ну, там вот в Мастердам их привезли. И для нас, например, вот в гостинице взять номер, если справа и слева два номера, и абсолютно одинаковые там расположения, одинаковые, скажем, они одинаковые. Для индейцев это было не так, потому что они разные. В одном номере тумбочка к северу от кровати, а здесь к югу, да. Это принципиально. У них как бы компас встроенный в голове. Они видят север, юг, даже безотносительно к той ситуации, откуда они вышли. Вот, так что языки действительно разные, по-разному вычленяют мир. Но вот что здесь первично? Тут скорее вопрос позиции. То, что здесь есть корреляция, безусловно. Но доказать гипотезу лингвистической относительности трудно. Как мы докажем? Смотрите, у них разная реальность. Почему вы так думаете? А посмотрите, как они говорят. А почему они так говорят? Может быть, у них первично все-таки общая реальность, и они сформировали такой язык. Или наоборот, язык влияет на восприятие реальности. Ну вот позиция структурализма, конечно, в том, что язык формирует наше... Язык в широком смысле, как культуру уже понимаем. Культура восформирует реальность. Соответственно, мы живем в разных реальностях. Единственное, с чем мы имеем дело, еще раз возвращаясь уже к философии структурализма, Единственное, с чем мы имеем дело, это с объективными структурами. Или, как говорят структуралисты, с дискурсом. Дискурс, дискурсивными практиками. Вот с чем мы имеем дело. Имеем дело с практиками разговора на языке. Язык понимается широко, как культура в целом. Значит, человек, говорят структуралисты, это совокупность дискурсивных практик. Мы как бы лишь производная вот этих объективных структур. Действительно, я говорю, я люблю. Ага, это как Ромео и Джульетта. Я страдаю, ага, как Гамлет. То есть я попадаю вот в эту сеть объективных, независимых у меня отношений, которые предзаданы мне языком культуры в целом. И человек представляет себя просто совокупность дискурсивных практик. Как говорит Фуко, единственное, о чем нам осталось думать, это о пустоте, оставленной, исчезнувшей человеком. Все, что мы получили, человек нет. Человека нет. Леви Стросс говорит, что гуманитарные науки могут стать науками, только перестав быть гуманитарными. Структурализм провозглашает такой тезис о смерти человека. То есть гуманитарная наука говорит о том, что человека не должно быть. И гистенциализм бабья метафизика. Потому что он много говорит о переживаниях человека. Мы должны убрать человека. В начале истории человека не было ничего удивительного, что его не будет и в конце. Но у Ролана Барта эта тезис о смерти человека выражается тезисом о смерти автора. Действительно, нет авторового произведения, есть только совокупность некоторых структур. И читатель не менее автор, чем того, кого мы называем автором. Потому что свобода читателя – это свобода интерпретации, свобода движения по тексту. Вот современная стадия развития структурализма – это пять минут. Пост-структурализм. Пост-структурализм, ну, прежде всего, это Жак Дорида. Тоже в основном французы. Жак Дорида. Франсуа Леотар. Жиль де Лёс. Структурализм в целом провозглашает как бы конец эпохи модерна. Модерн связан с тем, что на место одних ценностей ставятся другие. То есть, значит, модерн заменил объективность субъектам. Сказал о том, что вот есть действующий субъект. Считается, что эпоха модерна в философии в культуре начинается с Декарта, который сказал, я мыслью следовательное существо. Есть действующий субъект, который способен заменить одни ценности в другие. В конечном счете, модерн может поставить на место Джаконды черный квадрат. Постмодерн говорит о том, что нет вот этого активного субъекта. Смерть человека, смерть автора. Есть совокупность дискурсивных практик. И в отличие от модерна, постмодернизм ставит на место, не заменяет Джаконду черным квадратом, а ставит Джаконду рядом с черным квадратом. Он все оставляет на месте. Пусть остаются все структуры. Наша свобода будет не в том, что мы меняем одну ценность на другую. Это идеология. Идеология – это единственная возможная интерпретация текста, а это недопустимо, потому что мы должны себе отдавать отчет, мы всегда имеем дело с коннотациями. Не надо ставить одну интерпретацию на место другой. Пусть все существует. Пусть черный квадрат побеседует с Джакондой. Может быть, из этого что-то выйдет. Вот принцип постмодернизма. Единственная наша свобода – это свобода навигации. Вот есть гипертекст, культура представляет себя гипертекст, где мы не властны выбирать тот или иной текст. Вот он нам уже предзадан. Но мы можем выбрать навигацию. Любое творчество, говорят постмодернисты, – это осознанное цитирование. Вот есть структура, предзаданная мне структура культуры. Я скажу, вот Пушкин, я подпишусь, я согласен. А вот там, я не знаю, Лермонтов, но его… Там вот выберу, выберу, да, вот, то есть будут двигаться по культуре и выбирать. Гиперроман, гиперкультура, гипертекст. Термин пришел из компьютер-сайенс, из компьютерных наук, а теперь применяется активно, в том числе и в гуманитарных, и в литературе. То есть моя свобода переинтерпретировать, но готовый текст. Вот Долида предлагает такой термин «деконструкция». Единственное, с чем борется постмодерн, это с идеологией, с тоталитаризмом. То есть все допустимо, мы можем дать любую интерпретацию тексту, но, значит, главное, не поддавайтесь на то, что вам навязывается. Например, привыкли мы считать, что хорошее правое, а плохое левое. Пусть будет хорошим левое. Сильное мужское, слабое женское. Сильным будет женское. Вот, мы дадим такой анализ текста, чтобы полностью поменять все плюсы и минусы. Вплоть до того, что в структуровании называется шизоанализ. Шизоанализ, будь как шизофреник, будь как дикарь, будь как сумасшедший, как угодно. Я хочу быть вот таким странным человеком. Я дам, не значит, что я говорю, что это единственное возможное. Нет, есть такое еще понятие дебольное мышление. Дебольное – это дебильное, в общем. Ты его так переводишь, чтобы не очень было обидно. Дебольное мышление, сопрофильное. Сопрофильное, любовь к гнили. Поменяем все знаки. Нам говорят, ой, как красиво, ничего хорошего. Вот мы устали от этих идеологий, нам надоело, да, мы хотим поиграть немножко. Вот, любовь к гнили. Симулякор. Симулякор – тоже постмодернистский термин. Симулякор – это знак, который только симулирует отношения и обозначения. Вот наша реальность полна симулякров. Нам говорят, там, Российская Федерация – это симулякор. Что за ней стоит? Ничего не стоит, да? Будем, так сказать, смотреть на реальность. Мы видим живых людей. Что такое патриотизм? Ничего за ним не стоит. Это я идеологию постмодернизма сейчас озвучиваю, такую левацкую. То есть, вот, мы живем в эпоху симулякров, и практика постмодернизма, в том числе и в искусстве, она в значительной степени как бы доводит до абсурда симулякор. Там перформансы, например. Перформансы, там, торжественные похороны металлического куба. Чтобы мы поняли, что мы вообще занимаемся ерундой все с вами регулярно, да? Поэтому там доводятся до абсурда вот такие вот действия, где симулякор становится очевидным. Такие вот, значит, пародия на религиозные действия и так далее. Перформансы, там, всякие. Вот. К чему приходит постмодернизм? Ну, к тому, что нет единственной правильной интерпретации. Есть свободность кодов. Есть возможность их перекодировать. Постмодернизм, безусловно, есть такой интересный запал, ценный, что будьте свободными. Понимайте, что вами манипулируют. Все не то, чем кажется. Но, с другой стороны, постмодернизм, конечно же, это скептицизм. Это форма современного скептицизма. И в истории, я вам говорила, был античный скептицизм, ответом на который была религия, христианство. Был ренессансный скептицизм, ответом на который стала наука. Что будет ответом на постмодернизм, непонятно. Потому что мы живем, в общем, в эпоху постмодернизма. Поэтому в этом раскачанном мире и, возможно, какие-то странные явления, которые мы сейчас все видим. Ладно, в следующий раз будем говорить о русской философии. Может, русский ответ постмодернизма рассмотрим. Но понравится ли он вам, не знаю. Спасибо большое. Там, конечно, религиозно.